Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Эверест 2015 года Эверест – великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные альпинисты. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов. Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги, и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми? Последний самурай. Действие разворачивается в Японии 70-х годов XIX века. Капитан Нейтан Альгрен, уважаемый американский военный офицер, найдет императором Японии для обучения Первой армии страны восходящего солнца современному искусству ведения боевых действий. Император пытается искоренить древних воинов-самураев, готовясь к более прозападной политике правительства. Веркальный предел. Группа альпинистов оказалась погребенной заживо в расщелине у вершины К2, второй после Эвереста горы Мира. На такой высоте им оставалось жить считанные часы. Шестеро отчаянных смельчаков решают подняться на роковую отметку, чтобы вызволить их из ледяной могилы. Но для этого им придется обогнать свою главную соперницу, которая уже спускается по склонам удушающим холодом и неожиданными лавинами в саму смерть. Аватар 2009 года Джейк Салли, бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действие фильма происходит в США во времена Гражданской войны. Лейтенант американской армии Джон Данбор после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе США. Вместо его службы отдаленный маленький форт. Непосредственно его командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбора погиб в стычке с индейцами после того, как довез героя до места назначения. Людей, знающих, что Данбор остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве с кажущимися негостеприимными коренными обитателями Северной Америки просто не осталось. Кажется, он покинут всеми. Постепенно лейтенант осваивается. Он ведет записи в дневнике. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!